Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на особенности фото и видеосъемки смартфона Honor Magic 6 Pro. Первое обзорное видео, где я рассказывал о основных особенностях, уже доступно на канале, его можно посмотреть. И там я сказал, что мы, наверное, все-таки разберем отдельно, что может в плане фотографии и видеосъемки данная модель. Окей, я вам обещал, значит делаем. Поэтому давайте будем вместе разбираться, что там по фото и видеосъемке в Honor Magic 6 Pro. И маленький спойлер, мы уже начали снимать на данный смартфон это видео, и вы видите именно то, как он записывает меня в студийных условиях. Ну что, по поводу камер. Многие эксперты, различные издания называют этот смартфон одним из лучших камерафонов на рынке. Для того, чтобы провести объективный тест, мы с вами возьмем два типа съемок. Вот такую студийную, и, конечно же, выйдем на улицу и поснимаем там. Одна из главных особенностей камер у данного смартфона, это перископический модуль на 180 мегапикселей. Такой сенсор впервые используется в индустрии для достижения качественных снимков с любым уровнем приближения. Оптическим 2,5х, гибридным 5х, а также цифровым до 100х. Окей, мы в бизнес-компарке, и давайте проверим все на деле в плане приближения. Соответственно, у меня вот там кормушка, вам особо не видно, но сейчас мы будем приближать, и станет все понятно. Делаем 2,5х и 5х приближение. В дальнейшем у нас уже будет цифровое, но давайте будем приближаться по максимуму. Ну, я думаю, чтобы видно было, наверное, где-то вот так. Итоговый результат, соответственно, сейчас перед вами. С точки зрения видео все будет схожим образом, чуть-чуть похуже, но, во всяком случае, оптически приблизиться вы тоже сможете. Ультра-широкоугольная камера на 50 Мбикселей – это не менее интересные варианты для реализации вашего творческого потенциала. Угол обзора 122 градуса, интеллектуальная коррекция искажений, высокой детализации изображений и автофокусировка для съемки макро с расстояния от 2,5 см. В итоге получается универсальный инструмент, способный удивить. Я лично люблю фотографировать на ширик, и тут он реально один из самых качественных и интересных. Основной модуль – это широкоугольная камера 50 Мбикселей с сенсором H9000. Сенсор Super Dynamic Falcon Camera H9000 HDR с размером 1,1 дюйма позволяет получить изображение с высочайшей детализацией и широким динамическим диапазоном. Применить мы его можем как в уличной съемке, так и получить весьма достойный результат в студийной. Специально разработанный HDR сенсор обеспечивает на 210% более высокий динамический диапазон по сравнению с Honor Magic 5 Pro. Обеспечивает точную цветопередачу даже при сложном освещении, со слишком ярким или, например, очень темными участками. Вот как раз тут мы и пытаемся поиграть на контрастных снимках в рамках студии. А вы пишите в комментариях, нравится ли вам результат. Отдельно хочется сказать, что в Honor Magic 6 Pro проделана огромная инженерная работа. Так, например, есть функция автоматического выбора диафрагмы. Всего у нас два варианта. Это показатель диафрагмы F1.4, либо F2.0. И он будет подстраивать смартфон по те реалии съемки, которые сейчас актуальны. Ну а если вы чувствуете в себе профессионала, то можно выбрать режим Profi и вручную настроить соответствующие параметры. Съемки динамичных кадров тоже проблемой не будут. Есть функция Sport Portrait и она позволяет получить действительно крутые снимки, даже когда объект находится в движении. То есть сейчас, например, я активно передвигаюсь в кадре. Конечно, мы тут вообще действительно не спортсмены, но все-таки попытались реализовать именно возможные съемки данного формата в полной мере. Ну и конечно, камера быстро и точно фокусируется делать несколько снимков с использованием широкоугольного и телефотообъективов. И как раз таким образом и достигается наилучший результат. Не обошло тебе искусственного интеллекта в плане съемки Honor A Motion Sensor. Это технология, которая позволяет автоматически захватывать движение с поддержкой искусственного интеллекта. Для Honor Magic 6 Pro используется в 28 раз увеличенный набор для обучения нейросети, что позволило добиться реально крутых результатов в этом. Камера может распознавать и автоматически фотографировать лучшие моменты с появлением в кадре людей, некоторых животных, а также 10 видов спортивных активностей. Волейбола, скейтборда, баскетбола, прыжков в длину, гимнастики, толканье ядра и многих-многих других. Похоже, нам вообще скоро не придется заморачиваться, достаточно будет взять в руки смартфон, навести, так сказать, на кадр и далее он сделает все автоматически, ориентируясь на свои умные алгоритмы. Остается только видеосъемка. Видео пишется с качеством до 4К при 60 кадрах в секунду. Отличная стабилизация, хорошая детализация. И вы знаете, есть еще режим фильм, и вот это все стабильно получается действительно в неком таком плавном, гладком моменте, даже если я передвигаюсь где-то. Да и вы сейчас меня видите вот на фоне студийного фона, и здесь даже понятно, что по качеству видеосъемки данный смартфон уже очень близко находится к топовым видео и фотокамерам, которые способны снимать видео. А я напомню, это все еще смартфон. Поэтому мне нравится, качеству съемки вопросов нет, очень крутая стабилизация, но в этом плане Honor в своих флагманах действительно всегда большие молодцы, и конкретно этот смартфон не стал исключением. Что получается по итогам? А по итогам получается, что мы получаем не только смартфон с функциями фотофлагмана, фотокамеры, но и камеру с функциями смартфона. А это уже немаловажный аспект. При этом никто никак не пытался ущемить функции самого смартфона. Это топовый гаджет с топовым экраном, с топовым железом, и действительно позволяющий получить вам все возможности. И на самом деле безумное количество, очень крутые фишки, эксклюзивно доступные именно в этом смартфоне. Ну вот в плане именно смартфонных возможностей. Однако при всем при этом, не могу не отменить, что и смартфон также позволяет нам получить действительно крутые кадры с точки зрения камеры, как для фотосъемки, так и для видеосъемки. Поэтому универсальный вариант. Этот смартфон является действительно крутым и интересным с точки зрения фото и видео возможностей. На этом все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, там где смотрите. Нажимайте на колокольчик два раза, если смотрите видео на YouTube. И конечно же переходите по QR-кодам и по ссылкам в описании в наши телеграм-каналы. Много крутого эксклюзивного контента по в лице в моем телеграм-канале. Скидки, приложения, акции, анонсы, мероприятия, бонусы. Вот эти все моменты. А во втором телеграм-канале у нас будут новости из мира китайского автопрома. Он развивается мимильными шагами, а это значит, что читать интересно и полезно. Благо китайские автомобили на российском рынке нисколько не меньше, чем любых других.